Добрый вечер. Сегодняшний наш гость был нам в прямом смысле слова заказан. Все время звонили какие-то молодые девушки, они писали, говорили, а нельзя ли вот нельзя. И наконец мы сдались. Сегодня в гостях у нас генеральный продюсер Просто Радио Андрей Шабанов. Известный теле- и радиоведущий. Шоумен Одессит. Трудоголик. 20 лет работает на Просто Радио. Прошел путь от ведущего до генерального продюсера радионаправления медиахолдинга. Продюсерские азы постигал в американской школе телерадиовещания. Вел первое утреннее шоу страны «Подъем» и острый проект «Пираньи». С осени этого года запустил авторскую юмористическую программу «Стендап-шоу», где комики работают с самым сложным жанром в мире. На телевидении его раздражает медлительность. Реализация любого проекта занимает много времени. Он привык все делать быстро и признается. У меня зависимость. Пью работу. С каждым годом все вкуснее и вкуснее. Андрей Шабанов. В программе Натальи Влащенко «Люди. Харток». Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Наталья. Ну вот вы пользуетесь популярностью. Я думаю, для вас это не секрет совершенно. Ну, секрет. Секрет? Да, я, честно говоря, считал, что у меня есть там два поклонника и все. Вот, абсолютно ничего. Еще поклонника. А поклонниц нет у вас? Ну, поклонника, поклонниц. То есть там не существует же среднего рода, правильно? Я имею в виду в плане слов-формулировок. Поэтому я использую слово «поклонник». Смотрите, генеральный продюсер – это чрезвычайно, ну, радио, да, FM. Это очень модная профессия. Есть очень много интересных ребят, которые этим занимаются. И очень эффективно, ну, по крайней мере, из тех, кого я знаю, они, так сказать, чрезвычайно эффективные люди, принадлежащие какому-то совершенно другому, не очень понятному для меня поколению. Вот смотрите, вы на просто радио с 94-го года. И вы были ведущим, вообще радиоведущей – это особая такая каста. Потому что это люди, которые могут там приходить, когда угодно, которые, ну, должны в эфире пребывать в таком расслабленном состоянии, когда можно говорить все, что угодно. FM-ки, они же, знаете, они… Я иногда, когда включаю в машине радио, думаю, боже мой, боже мой. Я бы, наверное, страшно переживала после того, как я сказала, это там с требованиями правильными ударениями или еще с чем-то. Ну, как-то так народ не заморачивается особенно. Те, кто говорят с требованиями правильными ударениями, их ничего не беспокоит. Вот, вот, вот. Поэтому люди, которые прошли через это горнило, а с чего вдруг вот раз и уехали в Штаты учиться, скажите мне? Ну, просто… Я, знаете, есть такой термин, не я его придумал, в книжке его читал. Называется, как… Звучит он, как продуктивная паранойя. Вот. Я, в принципе, продуктивный паранойя. Это значит, что меня… Я все время переживала, считала, что у меня непродуктивная, потому что она не может быть продуктивной. Может. Вы меня успокоили. Более того, я вам скажу, эта книжка называлась «Десятикратники». Называется «Десятикратники». Есть такое издательство, российское, которое… Господи, вылетела из головы название. Не отвлекайтесь. В каком случае паранойя становится продуктивной, скажите? В том случае, если она помогает вам двигаться вперед. То есть она как-то влияет на ваше прозвитие. Просто есть два типа людей. Одни, когда паранойят, они растекаются, кладут свое тело на диван. То есть страх их парализует. Да. И они ничего не могут делать. Другие люди – это те, которые под влиянием паранойи. То есть они понимают, даже я где-то осознаю в каком-то смысле, что она, возможно, беспочвенно. Или вероятность того, что то, по поводу чего я переживаю, произойдет 10%, например. Но тут же я себе говорю, а вдруг? И надо бы мне как-то… Вот это самая продуктивная паранойя. В какой-то момент, когда я отработал на радио уже лет 6, наверное. Вам начало казаться, что что? Да. Ну, мне начало казаться, что… Ну, вот так куда мне растить? Мне нравится то, что я делаю. Но я же не могу сидеть у микрофона всю жизнь. Всю жизнь говорить. Причем это же такое еще время, знаете, 98-99 годы. То есть к тому моменту я уже проработал 5 лет на радио. А 98-й, вы помните, каким был год, там, август месяц в частности, когда… Вы не поверите, не помню. Ну, это же был этот сумасшедший финансовый кризис, когда вдруг неожиданно у нас курс доллара из 1,8 превратился в 5. Ну, равно как и там все остальные валюты на территории стран бывшего Советского Союза. И, то есть тогда вот эта вот сильная стагнация была в течение года, потом мы как-то долго из этого выбирались, выбирались, выбирались. Ну, и я подумал, ну как и куда. А поскольку не было никаких, более того, мне очень нравилось то, чем я занимался, мне очень хотелось делать что-то необычное. Я прямо вот так вот ввязался, прямо окунул себя с головой во всю эту родину. А где вы именно в Штатах были? Ну, учился я, кстати, Огайо, город Кливленд, там есть такой. Вот известен благодаря двум вещам. Это Леброн Джеймс, известнейший, самый популярный на сегодняшний день. Ну, такой провинциальный штат достаточно. Да, ну, равно как и город. Не, ну там все штаты провинциальные, за исключением, наверное. Майами не очень провинциальный штат. Ну, Майами это город, штат Флорида. Но если вы проедете по всей Флориде, то я вам гарантирую, что 90% территории Флориды это одноэтажная Америка, точно такая же, как в любом другом штате, включая Нью-Йорк и Калифорнию. Вот, там я отучился полтора года, потом успел поработать даже там на радиостанции, на американской. Не хотел работать, не хотел ехать в большой город с большой русской комьюнити, работать на русской радиостанции. Хотел вот именно научиться. То есть важно для меня было научиться радиостанции, то есть делать радио как бизнес. Вот что для меня важно было. То есть как бы я вот в какой-то момент уверовал, тоже как бы попалась мне книжка одного американского автора, уже не помню, какого-то, программный директор какой-то радиостанции американской написал книгу. И она оказалась у меня в руках в 99-м году, по-моему. Я эту книжку всю прочитал, вот, а там прямо вот написано, как формулы даются. Там сколько, согласно исследованиям, должно быть в часе песен, для того, чтобы они там не раздражали, предположим. Сколько должен длиться рекламный блог, там каким должно быть оформление, все эти перебивочки. Там сколько должен длиться выпуск новостей, для того, чтобы люди не переключались и так далее. Вот, и мне хотелось вот именно этому научиться. Это для меня было очень важно. Ну да, технологичность, профессия, она как бы такой, как матрица. Поскольку у нас, у нас, то есть мы же все начинали, там, равно как и телевидение начинало, у нас тут так же делаться. То есть были деньги на самое дорогое оборудование, но как этим оборудованием пользоваться, никто не знал. Ну, менеджменты не было. Конечно. Вот именно этому и хотелось научиться, поэтому, собственно говоря. А почему вернулись? Ой, ну было хорошее предложение. Было хорошее предложение. Вот, плюс, вдобавок ко всему, три года я пронаходился в Америке. Знаете, я в армии не служил. Вот эти три года в Америке, они для меня были как армия. Очень тяжело. Поэтому каждый раз, когда кто-то... А тяжело в каком смысле? Ну, в смысле... Во всех смыслах очень тяжело. То есть потому что один? Нет. Начиная от языкового. То есть мне какой-то... Ну, я страстный поклонник английского языка. Я никогда специально его не учил. Но как-то мне так казалось. То есть я неплохо учил его на нормальном уровне средней школы. Потом я с 12 лет с религиозной фанатичностью меломанил, если можно так сказать. Это, собственно говоря, и привело меня на радио. Я слушал много музыки, естественно, на английском языке. Потом я начал работать на радио. Я отчитывал там какие-то тексты, представлял артистов, исполнителей. Очень сильно работал над своим произношением. И мне казалось, что вот у меня все хорошо получается, и английский у меня неплохой. То есть нехороший... Я вообще-то достаточно скептически отношусь там ко всем своим достижениям, способностям. Вот. Ну, как бы, ну там ничего. Но когда я приехал туда, я понял, что ничего – это слишком-слишком оптимистичное слово в отношении моего языка. То есть мне первые шесть месяцев казалось, что вообще это неестественным образом придуманный язык, вот, о который можно сломать свой собственный язык. И, ну, люди придумывали его специально, чтобы поиздеваться надо мной. Вот. Потом учил, 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 учил. Выучил, в конце концов. Но это было очень сложно. Ну, представьте, я не знаю, вот, как бы, сложно понять, если вы... Все же у нас бывают за границей, как в том анекдоте. Нет, ну, я понимаю, что американский английский очень сильно отличается от того классического английского, который мы изучали, это понятно. Ну, как бы, я бываю периодически в Америке, я понимаю, что количество сленга, сокращение и прочее-прочее, то есть приводит всегда новичка в ужас, это понятно, когда человек впервые приезжает. Ну, вдобавок, вдобавок к этому, представьте, что, вот, допустим, у вас ломается, там, я не знаю, забивается унитаз, вот, и вам некому позвонить. Или у вас, там, допустим, в квартире, в которой вы живете, там, отклеивается на балконе, например, речка какая-то, вот, и вам надо позвонить в менеджмент дома и сказать, здравствуйте, у меня на балконе отклеилась речка. А вы не знаете никак сказать отклеилась, вы не знаете, как сказать речка, ну, то есть, вот, вообще ничего. После этого американского спецназа, когда вернулись в Украину, вам хотелось делать что-то принципиально другое, насколько я понимаю, совершенно не то, что вы видели на радио, когда вы уезжали. Ну, не так, чтобы принципиально, с точки зрения менеджмента, наверное, да, с точки зрения менеджмента. Вот, с точки зрения, там, каких-то творческих вещей, мы, ну, во всяком случае, наша радиостанция, просто радио, мы достаточно правильно, как оказалось, все выстраивали чисто по наитию, идя на поводу интуиции. Ну, плюс мы очень много, я не знаю, там, кто как развивался из других компаний, из других радиоструктур, но мы очень много, вот с 94-го года прямо начиная, привозили кассеты с записями американских радиостанций, московских радиостанций, ну, то есть, там, как бы, с тех рынков, у кого больше опыта было. Принято считать, что, скажем, есть там разговорное радио и что есть музыкальное радио. Просто радио – это музыкальное радио. Правильно я понимаю? Ну, сейчас сложно уже сказать. Естественно, мы не разговорные, но я хочу сказать, что… А правда, что разговорное дороже? В разы, конечно. Конечно же. Мало того, что… Ну, потому что нужно крутых ведущих, нужно там личности предложить, нужно им много денег платить. Конечно. Это стоит много, да. Контент стоит денег. Сейчас контент стоит, ну, то есть, у любой музыкальной радиостанции контент не стоит ничего. Ровно там той суммы, которую ты платишь в качестве авторского вознаграждения авторам-исполнителям тех музыкальных произведений, которые ты крутишь. Телевидение вообще дороже, именно поэтому все региональные телевизионные каналы… А вы реально платите всем авторам-исполнителям? Ну, мы платим не напрямую, то есть, мы платим некой организации, то есть, это фиксированная сумма, она достаточно небольшая, эта организация… А, ну, то есть, это условно… Она аккредитована, и она уже там как-то распределяет, то есть, мы там подаем отчеты, сколько песен там каких исполнителей, какие песни в течение месяца, допустим, прозвучали у нас в эфире, вот, и как-то там кто-то за каждый эфир получает там 3 копеечки, 2 копеечки, кто-то 10 копеечек, и так оно в течение, по итогам года. Ну, у нас этот рынок, я имею в виду, вот, сбора и распределения средств в качестве авторского вознаграждения, он там в зародышевом состоянии находится. Если по хорике в Польше ежегодно они собирают 50 миллионов евро, то у нас по хорике, ну, то есть, за публичное воспроизведение в ресторанах, там, кафе… И в отелях у нас эта сумма, по-моему, 200 тысяч долларов в год в Украине. Ну, сравнивайте, да, Польша 50 миллионов евро, а у нас 200 тысяч долларов. Это совершенно обычная ситуация, вот, по многим опциям. А, скажите, мы когда-то вот с Мелакзой разговаривали над тем, что, я ему говорю, что, понимаешь, я вот смотрю на текст, вот, когда я вижу… С каким? И я сразу вижу, человек будет писать или нет, он может или нет. Он говорит, а я тоже, человек, заход в комнату, я сразу вижу, он еще не запил, я уже вижу, он звездом или нет. А вот вы как для себя определяете, вот этот человек будет звездой эфира или нет? То есть, я понимаю, вот, я из опции знаю, что хороший голос – это всегда клево для родящих, когда правильный голос низкий. Но, видимо, это не самое главное качество все же, да. Не могу определить так. Вот, я не могу похвастаться тем, что… То есть, это какие-то иррациональные вещи. Тем, что у меня есть какая-то интуиция, я могу сказать, да, вот этот… Ну, есть же какая-то инфирная пассионарность. Мне надо с этим человеком пообщаться. Безусловно, но для этого человек должен сесть к микрофону и поработать. Причем ни день, ни два, ни три, ни пять. Потому что это же, знаете, ну, это на самом деле адский труд. То есть, прямой эфир. Вот, там, есть ваш коллега Василий Голованов, который работал, кстати, ввел на «Просто радио» вечернее шоу, там, в течение года. Вот, я просто смотрю на Васю в эфире телеканала 112. Я не знаю, там, обращает кто-то на это внимание или нет. Но у меня такое впечатление, что Василий здесь живет. То есть, он… Я как не включу, так Василий все время на телеэкране. Вот. И когда люди, кто с этим не связан, кто занимается каким-то другим, там, возможно, физическим трудом, говорят, «Та!» Как это вот, знаете, ну, не смогу в оригинале эту известную фразу произнести в эфире в знак уважения. Но, как говорится, говорить не мешки ворочать, да? Я поняла. Вот. Я думаю, что поняли все. На самом деле, на самом деле, ну, это тяжелее, чем мешки ворочат порой. Нет, безусловно, безусловно. Но все-таки мой вопрос был не об этом. Есть ли какие-то вот, я не знаю, есть ли какие-то опции, есть ли какие-то… Это можно, да подается как-то там это сформулировать? Можно? Какой человек будет пользоваться успехом в эфире? Это, знаете, как вот, я не знаю, заходит красивая женщина, никто не смотрит в комнату. Я не могу. Вы сопровождают ее взглядом. Правильно. То есть вы, как продюсер, не можете это сформулировать? Не могу сказать. Более того, я… То есть у меня были сюрпризы. То есть у меня были сюрпризы, когда я, ну, человек и человек. То есть там внешне он не производит никакого впечатления. Но когда он садится, включает микрофон и начинает говорить, это совсем другой человек. Более того, ты пытаешься потом этого человека снять, думаешь, вот он такой классный, он такой харизматичный, он так хорошо работает и классно раскрывается перед микрофоном в студии. Ну, наверняка он точно так же красиво и раскроется перед камерой. Не получается. Не получается. Равно, как и бывает наоборот. То есть берешь, например, какого-то человека, который очень ярко, красиво смотрится в кадре, но ставишь его перед микрофоном вообще. Ну, то есть ему не о чем сказать. То есть очень важно для радиоведущего на сегодняшний день, чтобы ему было о чем сказать. Это очень важно. То есть все вот эти вот клишированные шаблонные фразы, когда вы там прощелкаете пять радиостанций, и, то есть у нас, например, в эфире нет линейных ведущих так называемых. То есть это тех ведущих, вот классических радиоведущих, которые говорят между песнями, ведут программы по заявкам и так далее. Вот если вы прощелкаете там пять каких-то там радиостанций киевских с похожей музыкой, с похожим музыкальным форматом, вот все эти ведущие будут говорить одно и то же. В принципе. То есть это у нас была Бритни и Спирса, за окном солнечно, плюс 19. Вы слушаете радиостанцию «Заря-ФМ», а мы продолжаем дальше. Прямо по курсу у нас ваш любимый Джастин Тимберлейк. Все. Ну, знаете, есть же еще одна штука. Я не раз это тоже замечала. Иногда, когда ты пишешь человеком интервью, ты совершенно абсолютно убежден в том, что это очень круто. То, что он говорит, это очень круто. Но когда ты потом смотришь расшифровку, которую тебе сделали, оказывается, что он нифига не сказал. И вопрос только в том, в пассионарности. Как он это делал? На него просто было интересно смотреть. Ну, естественно. Вот на радио, как мне кажется, очень важно еще не только что, но и как, потому что вот некая энергия, да, которую она все равно как бы пробивает через эфир, да, или через экран, когда мы смотрим, кинули еще что-то. Если ее нет, то все остальное как бы пылит ленту, даже если человек очень умный. Так или не так? Я не помню, кто сказал, ну, это казалось политиков высказывания, что в случае там с публичным политическим, в случае с публичным выступлением какого-то политика, суть того, что он говорит, ну, при восприятии его публичного спича, это 10 процентов, а все остальное это язык тела, это то, как он подает, там, то, как он смотрит, то, как у него горят глаза. То есть он может сказать полную чушь, но если он это сделал классно, то ему все поверят, пойдут поставят галочки. И именно за этого человека, просто потому что, ну, вот я отслеживаю там свою ленту на Фейсбук, я просто смотрю, ну, вот что пишут девушки, например. Они говорят, вот по моему округу там баллотируется такой-то, такой-то человек. Он такой красивый, буду голосовать за него. Андрей, а вот кто и где, как слушает радио? Вот это интересный вопрос уже. Я, например, обратила внимание, что достаточно долго в жизни я слушала музыку дома. Я больше не слушаю дома музыку, слушаю только в машине. Ну, как-то так получилось совершенно странно. Только в машине. Радио, наверное, тоже слушают в определенных местах. И определенные люди. Кто ваши слушатели, например, ваши радиостанции? И какие перспективы связаны с этим у интернет-радио? Ну, интернет-радио, равно как и у любого другого медийного носителя, который хочет развиваться, вот все медийные носители, издания, пресса в смысле, телевидение, радио, они останутся. Вот просто изменится форма подачи сигнала. То есть все рано или поздно перекочуют в интернет. Это правда. Поэтому я бы не разделял там интернет, радио или... Бумага, думаете, тоже останется? Нет. Но мы сейчас говорим о носителях. Нет, я говорю, ну, пресса тоже перекочует в интернет. Но она уже перекочевала, в принципе. Более того, очень нерентабельно. Многие издания закрываются, и это абсолютно оправдано. Ну, то есть есть определенное... Я бы не стал сейчас вот прямо вот так вот углубляться в подробности. Люди, возраст. Понятно, что, знаете, есть такие винтажные вещи, как, допустим, ну, все давным-давно слушают радио уже, там, не знаю, в смартфонах, с электронных носителей каких-то цифровых. Но все равно по-прежнему иногда хочется на всем взять виниловый диск. Вот, он очень удобный. Не бобину. Ну, просто с пленкой очень сложно, как бы, тяжело возиться. Просто бобина – это не эстетичная вещь. Виниловый диск – это очень эстетичная. А виниловый диск красиво. И вот вы же наверняка тоже обратили внимание, что сейчас у виниловых носителей ренессанс такой они переживают. То есть у них сейчас пошла новая волна популярности. Даже не сейчас, только лет пять назад опять началось. Ну, я бы сказал, что вот так вот прямо вот активно винил стал набирать обороты года два назад как. То есть он никогда не исчезал. То есть всегда было классно, ну, модно, трендово считалось иметь виниловый диск с альбомом любимого артиста. Не компакт, когда еще были компакты, а вот именно виниловый диск. А какую музыку лично вы сможет слушать? Вы понимаете, я вот в музыкальном плане полиглот, поэтому я слушаю какую угодно музыку. То есть начиная там от какого-то черного американского броклинского рэпа, заканчивая джазом, танцевальной музыкой. То есть я не могу даже... Ну, это не от и до. Это вы, собственно, назвали какой-то очень такой небольшой сегмент. Ну, почему? Слушайте, джаз, рэп, танцевальная музыка, рок. Если бы сказали от черного рэпа и джаза до, там, Аллегрова, понимаете, то есть до бездны, так сказать. Слушайте, вот я по отечественной музыке у меня, вот в моем плейлисте отечественных исполнителей, да, отечественными я для себя называю, поскольку я родился в СССР, отечественными я называю там все то, что было создано на территории бывшего Советского Союза. То есть я не ограничиваюсь только Украиной. Но вот артисты с постсоветского пространства, они в моем плейлисте занимают процентов 5, наверное. Понятно. А вот что касается вот как бы технологичности, да, шоу-бизнеса, а я не спрашиваю, почему нет украинского шоу-бизнеса, это понятно. Ну, почему нет, он есть, вот, он просто вот в настолько зародышевом состоянии. То есть мы, в конце концов, его построим, но я даже не рискну предугадать, сколько лет на это уйдет. 10, 20, 50, может быть. Ну, то есть в итоге его пока нет, все же. Наверное, так правильнее бы сказать, объективно. Но суть не в этом. Вот смотрите, какое, одно время, да, там, лет 10 назад, продюсеры музыкальные занимались проектами, они просто, они придумали некую идею, и под нее там брали каких-то человечков и там осуществляли. Потом оказалось, что это совершенно, ну, это неинтересно. То есть, ну, вот это, знаете, это как мода 80-х годов. Ну, невозможно носить, там, винтажное платье 60-х носить можно всегда. Да, а вот бананы, брюки невозможно носить. Ну, смотря какой продюсер. Я думаю, что Меладзе с вами не согласился бы, которого вы упоминали. То есть у него как раз очень хорошо получилось там 280 составов одного и того же коллектива и полный зал. Да, ну, и он и сам понимает сейчас прекрасно, что время там такого ласкового мая, только одно там в девичьих делах, да, оно прошло, потому что все равно люди хотят слушать личность. Все равно это должна быть Леди Гага, да, потому что через весь этот технологический налет должна пробиваться какая-то очень такая крутая, интересная девка, которая есть самой что сказать, да. И получается, что вот мировой шоу-бизнес все-таки, он возвращается куда-то к людям, а не к проектам и к коробкам. Знаете, в чем проблема? Я считаю, что вот в нашем шоу-бизнесе проблема в том, что большинство денег, которые тратятся на шоу-бизнес, а не тратятся не как на бизнес, вот, а не тратятся как некий подарок своей там девушке или там своему другу там на какое-то его творчество. Вот я там куплю ей не шубу, а куплю ей там два клипа и тысячу эфиров, и она будет счастлива, просто потому что моя Светка хочет петь. На Западе... Тут же другая история немножко. На Западе в первую очередь, то есть вот когда... Это бизнес. Весь, да. То есть это же как бы не просто шоу, да, там же два слова, и шоу, и бизнес. То есть когда для нас это превратится в бизнес, а в бизнес это может превратиться только тогда, когда у нас будут решены все вопросы с авторским правом, когда там все эти рекординговые компании, которые вкладывают деньги в артистов там, для того, чтобы и артист заработал, и для того, чтобы они впоследствии заработали. То есть когда мы сможем контролировать этот вопрос... Когда отсюда продюсеров появятся настоящие, а не концертные директора, которые называют себя продюсерами, понимаете? Ведь это тоже очень важно. Кто будет эти смыслы создавать? Ну кто? Это же продюсер придумывает. Мне кажется, что законодательная база должна в первую очередь быть подведена под определенные критерии и должна подчиняться каким-то правилам. Вот когда она начнет подчиняться правилам, тогда и у продюсеров будет некий финансовый фундамент для того, чтобы действительно заниматься этим хорошо, правильно и качественно. То есть вы же прекрасно понимаете, что вот эта вот публичка, там сборы за публичное воспроизведение, за продажу, например, песни какому-нибудь агентству, чтобы они его использовали в каком-то рекламном ролике и так далее. То есть это все на Западе, это приличный кусок дохода. То есть для рекординговой компании это единственный кусок дохода. А поскольку наши рекординговые компании, ну вот вам бы сюда кого-то пригласить, вот в это кресло посадить, кто занимается вот этим, там кого-нибудь из Moon Records, например, одна из самых крупных, если не самая крупная, украинская звукозаписывающая компания, рекординговый лейбл, они вам тут два ведра слез наплачут вот о том, сколько они, как они вообще зарабатывают, и что такое нелегальный контент, когда ты вкладываешь, там, я не знаю, 50 тысяч в запись альбома, вот пытаешься там его как-то продать, а потом выясняется, что этот альбом через два дня уже в сети, и его бесплатно скачивают все, кому не любят. А есть рынок? Вот с вашей точки зрения, вернее, не с вашей точки зрения, а вы нам сейчас расскажете, вы это точно знаете, растут ли цифры аудитория, если у нас, иными словами говоря, есть ли у нас потребитель? Вот потому что, как мне кажется, допустим, кино, кроме там разных причин, да, колоссальных, еще испытывает большое напряжение с потребителем, ну, потому что, ну, достаточно немного людей готовы сегодня заполнять кинотеатры. Точно так же, есть ли у нас потребитель для, там, музыкального продукта? Ну, есть, безусловно. Нет, я не говорю, что его нет. Я говорю, он растет, эта аудитория. То есть, вот что говорят ваши рекламодатели? Рекламный рынок, ну, тоже растет? Или его доля падает? Это же связано очень. Рекламный рынок последние 9 месяцев, он не то что падает, он упал, завалился. Он стоит, он лежит, да, это понятно. Но поскольку он очень, рекламный рынок вообще очень нежный, то есть на любые экономические потрясения он реагирует всегда первым. До этого, вот до Майдана, как было? Какая была тенденция? Ну, я бы сказал, то есть, если и был какой-то рост, если и наблюдался какой-то рост, ну, рекламный, там, мы не можем... Мне кажется, после 2008-го было только падение, нет? Ошибаюсь? Ну, нет, я не могу сказать. Мы, у нас, у нас было падение в 2008-м, а потом мы выровнялись, мы вернулись к тем же цифрам, которые у нас были по рекламным поступлениям на просто радио, к тем же цифрам, которые были до 2008-го года, а потом они еще и выросли. То есть у нас больше стало рекламных денег, там, не знаю, вот у нас хорошие годы были, 10-й, 11-й, 12-й, вот у нас все... Просто радио, как и все музыкальные радиостанции, ну, вот, скажем, как правило, эти, ну, все ФМ стараются быть вне политики, да, ну, не царское это дело, но не вне мировоззрения. Вот, например, Серебряный дождь, он всегда, у него там есть какая-то социалка, которая очень явно говорит о моего позиции, там, да, там, серебряная калоша, там, какие-то там, какие-то концерты, которые они периодически делают, там, еще какие-то акции и так далее. Вот в этом смысле просто радио. Оно какое? Оно для кого? Оно какое? И чем оно отличается от всех остальных? Нет, ну, мы очень оптимистично думаем, что наша станция для думающих людей. Более того, тенденция мировая такая, ну, и как-то я это там сформулировал для себя еще 4 года назад, вот именно поэтому мы отказались от линейных ведущих вообще, у нас нет линейных ведущих. Вот, у нас только шоу, утреннее и вечернее. То есть у нас сейчас в эфире два шоу, утреннее и вечернее, утром 3 часа и вечером 4 часа. Вот, вечернее шоу нас ведет Аня Бабин. Очень экономненько. Вот, да, но это ярко, вот, просто заполнять разговорными проектами, то есть то, что я называю шоу, это не просто, ну, вот тот пример, который я привел там 10 минут назад буквально. Для разговорных проектов нет людей и денег? Ну, нет людей, ну, и людей, и денег. То есть это неправильно, наверное, сказать, что нет людей и денег, есть и люди и деньги. Но для того, чтобы сделать действительно хороший, интересный продукт, надо над этим очень хорошо поработать. Вот, если с линейным ведущим все просто, то есть ты взял человека, который грамотно говорит, вот, говоришь ему, значит, так, ты выходишь 5 раз в час, говоришь не больше 20-30 секунд. То есть твоя задача не забыть сообщить время, чистоту станции, название, слоган, если есть. И вот как бы все. И ты больше, то есть ты с ним коммуницируешь раз в неделю. То есть вы серьезнее говорите, что утреннее и вечернее шоу, вот шоу здесь главное слово, это для думающих людей. Да, правда. Включите, попробуйте, 16 до 20.00, то есть там утреннее шоу у нас более развлекательное, то есть у нас ведет его рок-музыкант, известный украинский Женя Галич, и главный редактор журнала «Плейбой» Влад Иваненко. То есть они вот такие вот прямо, ну, то есть они там на разных пиках находятся, то есть Владик интроверт, Женя экстраверт, вот между ними этот конфликт, то есть они там как-то вот развлекают, смешат там женскую аудиторию. Мы почти, мы почти, мы почти в финале, я хочу вам задать, ну, вот финальный вопрос, а потом, если вы захотите, зададите мне вопрос. Я на вашем сайте прочитала, что ваши любимые писатели Бигбедер и Уэльбек. Я очень удивилась, потому что это настолько разные вообще две истории, потому что Уэльбек – это хорошая литература, серьезная, глубокая, она такая, знаете, для, там, неформатных людей в каком-то смысле, и она про бунт против, ну, вот, потребительского общества. А Бигбедер – это такой писатель для девочек, для таких, не очень много читающих, но, ну, как бы, знающих, где находится хорошее кафе, хорошие магазины, и он такой, знаете, он такой глянцевый, жеманный, не очень умный, не очень глубокий, и, если честно, это такой, это такой Минаев, знаете, Сергей Минаев. И я удивилась, вот, как бы, разница вот вкусов, и мой вопрос в том, как бы, а как бы сами вы могли ее объяснить? Ну, первым произведением Уэльбы, которое я прочитал, была «Платформа», вот, я считаю, что это сумасшедший роман, то есть он меня просто вот так вот порвал, может быть, я в состоянии таком находился. Ну, ну, это правда хороший роман, да? Да, да, а у Биг Бедера, там, как и у всех, это были 99 франков тогда. У Мейнгл. То есть, давайте скажем так, мне, может быть, если бы, то есть я 99 франков прочитал, когда мне было 20, по-моему, 6, сейчас на 38. Вот, возможно, если бы я прочитал Биг Бедера, вот, там, вот сейчас, возможно, не произвел никакого впечатления. Но тогда, но тогда, знаете, это вот как некий шлейф прошлого, вот какой-то вот ностальгический, может быть, даже это не столько об авторе, сколько о том состоянии, в котором ты находился тогда, когда впервые прочитал его книгу. И, то есть, там, сейчас ты сам не можешь объяснить, там, тебе, ну, что в нем такого, да? Ну, хотя я вам хочу сказать, когда я читал того же Биг Бедера «Окна Windows of the World», вот эту вот его книгу, которую он в Нью-Йорке написал, ну, я рыдал, правда, очень красиво написано. Спасибо большое. С нами сегодня был Андрей Шабанов, и я понимаю, почему так много людей хотели его увидеть в эфире. Спасибо, Андрей. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.